Глобальное потепление Глобальное потепление Даже имея данные с космических спутников, с расчетами ошибаются самые мощные компьютерные системы. Метеорологов упрекнуть нельзя. Налицо неуправляемое поведение стихий. Мы, конечно, используем информацию метеорологических локаторов, спутников. И такие технологии, они с каждым днем совершенствуются. Но при всем при этом, конечно, мы не можем дать достоверности 100%. В последнее время погоды преподносят сюрпризы все чаще. Ночью 5 августа этого года над Москвой разразился сильнейший ливень. Всего за один час вылилось 27 миллионов тонн воды. Половина нормы осадков за август. Город затопило. Под воду ушли автомобильные шоссе и тоннели. Движение было парализовано. Знаете, прогнозы на 100 лет вперед и последствия очень легко делать. Или даже на 50 лет вперед. Ни вы, ни я, мы их не проверим. Это останется научной гипотезой. Гораздо труднее спрогнозировать явление или оценить последствия на более близкий период. Считается, что сейчас относительно верными могут быть только прогнозы на ближайшие 5-7 дней. Узнать точный диагноз заболевшей планеты невозможно. Она и сама не знает, что будет завтра. А ее температура только начала повышаться. Продолжение следует...